Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Технологический процесс затирания. Объем набора воды, налива, состав и масса засыпи для затирания определяется в зависимости от типа изготавливаемого пива. Температура затронной воды устанавливается в зависимости от способа затирания. По этой температуре заторы делятся на заторы в холодной, теплой и горячей воде. Перед началом затирания в заторный чан наливают столько воды, чтобы мешалка была полностью закрыта. Потом мешалка приводится в движение и дробленый солод начинает медленно поступать в предзаторник, в котором он перемешивается. Сначала затор должен быть густым, чтобы солод лучше перемешался с водой и не образовались комки. Потом затор еще некоторое время перемешивается, чтобы температура выровнялась во всем его объеме. После затирания в котел спускают первую отварку и начинают кипячение. Никогда не следует излишне ускорять затирание. Для основательного перемешивания требуется от 15 до 20 минут. Заторы из светлых солодов имеют молочный цвет и темнеют только под действием ферментов и кипячения затора. Их запах чисто солодовый. Заторы из темных солодов темнее и имеют ароматный запах. На ход процесса затирания и на результат влияет перемешивание затора, время и температура затирания. Современным требованием хорошо отвечает пропеллерная мешалка, расположенная вблизи дна, обеспечивающая подъем тяжелых осаждающихся частиц. Затор должен вращаться так, чтобы он поднимался к периметру чана и падал в середину. Применявшиеся ранее сложные ротационные мешалки требовали большой подводимой мощности и хуже очищались. Однако нельзя не заметить, что некоторые старые устройства перемешивали дробленый солод с водой очень хорошо. Они были лучше, чем более поздние лопастные мешалки, которые приводили затор только в ротационное движение. Их эффективность повышалась с помощью решеток, укрепленных на корпусе чана. Однако при этом, хотя решетки и улучшали перемешивание, они часто излишне дробили оболочки. Время и температура при собственно затирании не оказывают существенного влияния на образование экстракта. Потому что ферментативные реакции только начинаются. Виндиш и сотрудники изучали влияние температуры и времени в заторе плотностью 100 кг засыпи на 4 гектолитра воды. Результаты, которые они получили, вы видите в таблице на экране. Из этой таблицы ясно, что не только при затирании, но и в остатке заторной массы после спуска первой отварки влияние времени на образование экстракта довольно незначительно. Кроме веществ, присутствие которых определяет количество и состав экстракта, при затирании в раствор переходят и другие вещества, которые могут повлиять на вкус и пенистость пива. Этим объясняется известное из практики положительное влияние затирания холодной водой, при котором некоторые из этих веществ переходят в раствор. Холодный затвор доводит до требуемой температуры путем нагревания. Часть воды необходимые для анализа спускают в котел и нагревают до кипения. После окончания затирания дробленого солода, затор нагревается за счет того, что в него при постоянном перемешивании подают горячую воду. При этом она должна поступать медленно, чтобы при местном перегреве не повреждались ферменты солода. Объем горячей воды для нагревания определяют по ранее приведенной формуле расчета объема налива. Чтобы компенсировать охлаждение содержимого чана и потери, возникающие при перекачке горячей воды, на практике всегда нагревают несколько больше по сравнению с расчетным количеством воды. Небольшие отклонения в температуре заторной массы и объеме налива не имеют значение. Раньше затирание проводили холодной водой и при трехотварочном способе нагревание доводили до 35-38 градусов Цельсия. Однако при нагревании всегда теряется время. Поэтому в настоящее время затирание ведут в воде нагретой до 35 градусов и нагревают только при двухотварочном способе до 50-52 градусов Цельсия. Холодное затирание применяли при переработке темного солода и главным образом при переработке плохо растворенных солодов. Если предполагалось, что это облегчает активацию ферментов и тем самым компенсируются недостатки, возникающие при проращивании. Иногда затирание растягивают на 8-12 часов. Такое продолжительное затирание, называемое экстрагированием, повышает выход экстракта. По Леберле при экстрагировании выход экстракта повышается на 2%, но из них только около 1% приходится на крахмал и белки. А остаток на вещества, влияние которых на пиво отрицательно и проявляется в резком вкусе и более интенсивном цвете пива, пентозаны, горькие вещества из оболочек и тому подобное. При экстрагировании должна удерживаться температура затора ниже 20 градусов Цельсия, иначе существует опасность инфекции. При высоком требовании к качеству современных солодов экстрагирование не применяется. Более подробно о направлениях дальнейшего совершенствования процессов затирания будет изложено в тот момент, когда будут описываться процессы осахаривания заторов. Это может быть далее как в этом видео, так и в следующих видео, посвященных пиво-варенью. Цель и основные принципы затирания. Целью затирания является перевод в водный раствор, нерастворимых частей засыпи. Главным образом всего крахмалой части белков. Для расщепления этих высокомолекулярных соединений зернового эндосперма на растворимые используются реакции, катализированные ферментами сода. При затирании водой происходит также экстрагирование небольшого количества растворимых компонентов засыпи. Самое большое 15-17%. Сущность затирания состоит в основном в том, что затор или чаще его части постепенно нагреваются до температуры осахаривания. В практике различаются два основных типа затирания. Инфузионное и декокционное. Инфузионное затирание используют одновременно все ферменты, содержащиеся в обрабатываемом солоде. Таким образом, что весь затор постепенно нагревается до температуры осахаривания без дальнейшего кипячения. Этот простой способ используется в настоящее время только при производстве пива верхового брожения. Декокционное затирание. Общим признаком всех декокционных процессов является медленный подогрев от 1 до 3 частей заторов отварок до температуры осахаривания и кипячения декокция осахаренного затора. При этом объем каждой отварки выбирается так, чтобы при перекачке прокипяченной отварки к остатку температура всего затора поднимается до требуемой. Для декокционных процессов характерно постепенное снижение концентрации ферментов путем кипячения заторов. Кроме инактивирования всех ферментов, при кипячении клеистеризуются остатки неосахаренного крахмала и позднее это облегчает их досахаривание. Ферментативное расщепление при затирании прямо связано с гидролитическими процессами, начавшимися при солодорощении. Однако при проращивании в среде, содержащей только необходимую вегетационную воду и при низких температурах, реакции протекают медленно и неполно. И наоборот, в варочном отделении они протекают прямо в воде и при оптимальных температурах. Так что эти реакции быстрее и в определенном смысле полнее. Главным образом, если речь идет о действии на крахмал. В практике, при затирании следует выбирать такой процесс, при котором продукты расщепления крахмала и белка, образующие главную долю растворимого экстракта, имели бы состав, качественно отвечающий характеру изготавливаемого пива. Одновременно нужно обеспечить более высокий выход экстракта из перерабатываемого сырья. Качественный состав экстракта сусла зависит от состава применяемой засыпи. Прямое влияние имеет также химический состав, используемый на затирание воды и технологический процесс при затирании. Состав засыпи изменяется в зависимости от изготавливаемого типа пива, иногда от особых требований к его вкусу, цвету, пенистости, стойкости. Наряду с чисто солодовым пивом, часто изготавливают пиво из смеси солода с заменителями. Чем больше активных ферментов содержит солод и чем лучше он растворен, тем легче протекает гидролитическое расщепление при затирании. Крахмалистые заменители солода или как их называют несоложенные материалы, это всегда продукты растительного происхождения с минимальным содержанием ферментов, которые не могут осахарить крахмал содержащихся в них. Поэтому их необходимо перерабатывать вместе с солодом, богатым ферментами. Содержание и активность ферментов в перерабатываемом сырье играют основную роль при выборе процесса затирания. Влияние, применяемое при затирании воды на каталитическую эффективность солодовых ферментов, может быть отрицательным и положительным. Известно, что карбонатные воды нейтрализуют кислые соли из солода, тем самым повышая pH заторов относительно оптимума солодовых амилаз, который расположен в более кислых областях, а поэтому скорость реакции снижается. Сульфаты щелочноземельных металлов наоборот повышают кислотность. Отрицательное влияние карбонатных вод можно несколько выровнять применением выдержки при температуре 35 градусов Цельсия. Если это не дает результата, состав воды, идущий на затирание, должен быть откорректирован так, чтобы были устранены вредные компоненты. Повышение pH отрицательно влияет не только на ход ферментативных реакций, но ухудшает и эффект фильтрации. Фильтрация более медленная и низкая прозрачность из-за того, что расщепление белков ограничено. Кроме того, пиво из слишком щелочной воды имеет более темный цвет, неприятно горький вкус и менее стойко. Ферментативное расщепление при затирании должно происходить глубоко, однако излишнее расщепление приносит больше вреда, чем пользы. Это относится в первую очередь к белкам, избыток которых снижает стойкость пива. Стойкость коллоидных веществ, продуктов расщепления белков, декстринов и т.д. в практике определяется по прозрачности сусла при фильтрации. По существующим данным, отрицательное влияние имеет также слишком большая аэрация сусла охмеленного, которая повышает цвет и ухудшает вкус пива. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.